Добрый вечер! В центре специалиста я веду курсы финансового направления, это начиная от основы управленческого учета и бюджетирования, организации бюджетного контроля, финансовый анализ и так далее. Ну давайте ближе к нашей теме. Если говорить о расчете себестоимости, то очень часто при расчете себестоимости специалисты как в управленческом учете, когда мы говорим о планировании при создании бюджетов, так и при бухгалтерском учете забывают ряд очень важных моментов. То есть однажды научившись считать полную себестоимость, это и применяется. А давайте вспомним, чтобы далее мы корректно приводили наши примеры, какие бывают затраты как раз-таки для включения в себестоимость. Так вот посмотрите, относительно технологического процесса, мы буквально в течение пяти минут вспомним теорию, а затем перейдем в практику. Наши затраты могут быть как основными, так и накладными. Уверена, что каждый из вас хотя бы раз в жизни с этим определением сталкивался. Соответственно, основные затраты – это те затраты, которые связаны с технологическим процессом. Это все, что связано с производством. Это наше сырье, материалы, плата труда, производственных рабочих и прочих. Ребята в режиме бюна расспрашиваются смартфона скачать ссылку. Коллеги, все ссылки в личном кабинете. Боюсь, со смартфона не скачайте. Вот как пишет, да, возможно, поскольку недавно сохранила. Коллеги, давайте вернемся к теме. Когда дойдет до лабораторных, еще раз обсудим этот вопрос. Так вот посмотрите, очень часто в учебниках эти определения есть. И написано, что основное – это то, что касается технологического процесса, а накладные – это то, что связано с организацией, обслуживанием производства и управлением им. И классически, еще со времен института нас всех приучили к тому, что производство – это основные, а скажем, бухгалтерия, кадровая служба, маркетинг, продавцы – все это накладные затраты. Коллеги, очень часто на собеседованиях нам приходится решать подобного рода задачки, когда написано рассчитайте себестоимость, предположим, на собеседованиях, при тестировании, но и в жизни. И вот научившись однажды в институте так считать, так и делаем. Но подлов хранится, как правило, в том самом мелком шрифте. И не однажды, участвуя на собеседовании, засыпало соискателей, они, увидев затраты в задачке на бухгалтерию, юристы сразу накладные, это все вычитают. Коллеги, вы можете посмотреть, а что является для предприятия основным технологическим процессом. Если взять, предположим, мою организацию, которая занимается проведением аудита, доказанием услуг бухгалтера, учета, внедрения, бюджетирования, так вот затраты на бухгалтерию, это у нас основная затрата. Поскольку труд, это и есть основные производственные рабочие. И только главный бухгалтер, а наш кассир, то есть те люди, которые ведут учет по самой организации, это будут накладные. Опять же, в классическом примере, затраты на ГСМ, перевозку, это накладные затраты. Но если мы говорим о предприятии-перевозчике или таксопарке, то, безусловно, для них это основные затраты. Опять же, если это юридическая консультация, то все затраты на юрслужбу, это основные. Если это кадровое агентство, то, конечно же, это основные. Поэтому посмотрите, подвох в тайной классификации кроется как раз-таки в том, чтобы посмотреть, а чем занимается предприятие, что относится к его производственному процессу, а что нет. А почему важно правильно затраты наши классифицировать? Потому что, когда мы будем с вами говорить о формировании производственной себестоимости, то в производственную себестоимость пойдут все наши основные затраты. А накладные затраты окажутся по другую сторону борта. С этим, думаю, всем понятно. Ребята, если будут возникать вопросы, вы по ходу сразу задавайте, мы будем тут же обсуждать, отвечать. Вторая классификация, которая нам с вами нужна, чтобы мы правильно рассчитывали себестоимость, это классификация в зависимости от способа отнесения на себестоимость. Соответственно, наши затраты могут быть прямыми и косвенными. Тоже уверена, что каждый из вас в данной классификации знаком. Но, опять же, мало кто задумывается вот о какой вещи. Прямые затраты с ними ясны. Это те затраты, которые связаны с конкретным товаром, работой, там, услугой или подразделением. И их отличие от косвенных, что в момент возникновения этой затраты мы сразу можем сказать, куда эту затрату отнести. Ну, посмотрите. Предположим, мы с вами решили сейчас, вместо того, чтобы здесь разговаривать на тему формирования себестоимости, заняться каким-либо производственным процессом. Ну, неважно, вязать ли кофточки, печь ли пиццу. Ну, давайте, предположим, торт мы печем. Так вот, посмотрите. Как только я взяла конкретно, говорю, я хочу испечь торт, взяла конкретный килограмм муки, я четко понимаю, что этот килограмм муки будет отнесен на себестоимость данного конкретного торта. Взяла там глазурь и так далее. Если у меня, ну, опять же, упаковка, я четко скажу, это относится к этому торту. Но встает вопрос, а сколько зарплаты кондитера отнести мне на этот торт? Вот если у него сдельная плата труда, ну, скажем, я ему плачу зарплату 500 рублей за каждый испеченный торт, то да, я говорю, пока он печет, я понимаю, что мне 500 рублей нужно включить. Но, скорее всего, он у меня на окладе. И, предположим, у него окла 30 тысяч рублей в месяц. И, предположим, и сколько отнести на данный торт, я не знаю. Почему не знаю? Потому что он испечет несколько тортов за месяц. Так вот, эта затрата будет косвенная. Потому что, чтобы понять, сколько отнести на себестоимость, я дождусь окончания месяца, посчитаю, если мы испекли 1000 тортов за этот месяц, зарплату 30 тысяч я делю на 1000, и получаю 30 рублей пойдет на каждый торт. То есть косвенные затраты нуждаются в распределении. Если прямая затрата, я могу четко сказать, сколько пошло на то или иное изделие, на вид изделия, то с косвенными нет. Опять же, посмотрите, если мы с вами вяжем кофточки, то да, взяла я пряжу, взяла я пуговки, там, ну, не знаю, что мы еще используем. Опять же, я четко могу сказать, это войдет в себестоимость каждого конкретного изделия. А, предположим, в соседней аудитории у нас работает гладильщица, которая наши кофточки гладит. Сколько мне ее зарплаты отнести на данное изделие, не знаю. Опять же, пока я не дождусь окончания периода. И только когда период закончится, я скажу, вот, оклад разделить на количество поглаженных изделий, и я получу некую величину. Это, опять же, косвенная затрата. То же самое будет касаться моих постоянных затрат. Такие могут у нас возникать основные затраты, как аренда, амортизация оборудования, при изготовлении того или иного изделия. Я не знаю, сколько пошло на него, потому что я не знаю, сколько изделий будет изготовлено за период. Поэтому это один из важных моментов. С прямыми затратами мы четко можем сказать, сколько их пойдет на то или иное изделие, партию, вид изделий, поскольку это понятная, прозрачная информация. А вот косвенные затраты, в связи с тем, что они нуждаются в распределении, очень важно выбрать правильную базу распределения. Но я приведу вам пример. Посмотрите, пожалуйста, классический пример. Транспортные расходы. Давайте предположим, что мы с вами решили наши связанные кофточки отправить нашим дилерам в разные регионы. Ну и наша машина выехала, скажем, из направления город Москва в сторону, в южном направлении по Санкт-Перопольскому шоссе. И у нас, если ехать, у нас получается далее города Тула, Орел. Давайте я для образности, чтобы наши слушатели в режиме вебинара могли отслеживать нашу мысль, сейчас в своем файле это изображу. Посмотрите, предположим, если я выезжаю из Москвы, то у меня будет Москва, а далее у меня наши дилеры город Тула, потом у нас будет Орел, далее чего у нас там Курск, и на границе с Украиной уже будет Белгород. Стоит вопрос, вот у меня есть транспортные расходы, и в рамках транспортных расходов, ну скажем, в газельку мы погрузили суммарно 4 тысячи изделий, которые едут по тысяче изделий к каждому дилеру. И за эту газельку мне выставили счет в размере 10 тысяч рублей. Стоит вопрос, как мне эти 10 тысяч распределить между четырьмя заказами? Какие есть идеи? Посмотрите, по количеству, да, просто поделить, посмотрите, у меня 4 идентичных заказа, то есть у меня едет 4 тысячи изделий, то есть я могу поделить пропорционально нашим штукам, и тогда посмотрите, как у меня будет, у меня будет равно, наши 10 тысяч будут делиться на 4 тысячи изделий, то есть я считаю, сколько стоит довести одно изделие. В данном случае я получу, как вы понимаете, по 2,5 рубля на изделие, а далее я умножаю, так хотела закрепить, умножаю на количество изделий, которые едут к каждому нашему дилеру, то есть на тысячу, и вот у меня по 2,5 тысячи приходится на каждый заказ. То есть в данном случае база распределения я взяла штуки, но при этом я могу рассуждать по-другому, абсолютно правильно прозвучало, ведь до Атула машина у меня заедет за 2 часа, до Днего города она будет, но в зависимости от скорости может ехать и в 10 часов. То есть туда мы едем дольше, тратим больше горючего, больше зарплаты водителя, поэтому вполне логично я приму решение, что база распределения – расстояние. Но если говорить о расстоянии, то Атула у нас, ну, между этими городами, ребят, не буду претендовать на географическую точность, но приблизительно одинаковое расстояние, ну, там плюс-минус десяток километров. То есть фактически до Тулы у меня будет 1 четвертое расстояние, до Белгорода будет 2 четвертых уже расстояние, ой, до Орла, до Курска по аналогии 3 четвертых, и до Белгорода, соответственно, будет 4 четвертых, то есть все расстояние. Если я буду делить пропорционально расстояние, то вы видите, суммарно у меня 10 частей, тогда у меня с вами будет равно наши 10 тысяч разделить на 10, и здесь у меня тогда будет умножить на 1, здесь тогда, соответственно, уже 10 тысяч на 10 и умножить на 2 части, ну, и далее понятно, то есть здесь уже будет 3 тысячи, а здесь будет 4. То есть, да, по-прежнему я получаю свои 10 тысяч, но так как расстояние разное, чем дальше мы едем, тем больше относится на стоимость заказа, ну, потому что у нас амортизация автомобилей, горючая, заплата водителей и так далее. А иногда бывает другая ситуация. Машина у меня едет, наша дозелька с заказом не по разным городам, а, скажем, в одну туру, ну, в разный магазин, то есть расстояние одинаковое, но мы с вами не только кофточки вяжем, а, ну, не знаю, норковые шубки продаем, футболочки. И, казалось бы, у нас на все товары идентичная, да, вот нам, ребята, пока с пропорционально затратам и так далее, вполне возможно у меня идентичная наценка, скажем, торговая наценка, я имею в виду 30%, но футболочка стоит в себестоимости, как мне предлагают, пропорционально затратам 300 рублей, а норковая шубка 200 рублей. И 30% наценки, как вы понимаете, это разные суммы. Тут я 100 рублей заработала, там 30 тысяч. И если я поделю свои транспортные расходы пропорционально штукам, то у меня получится, что маечка не рентабельна, а шутка сверх рентабельна, а это не так. И тогда вполне возможно, я буду делить свои транспортные расходы пропорционально стоимости товара, который едет в моей машине. Логично? Логично, иногда ситуация может быть другая. У меня это не газелька, а скажем, мы продаем с вами сельхозтехнику. И у нас выехал из Москвы, да в ту же Тулу, КАМАЗ. Несколько предприятий, сельхозпредприятий везет сельхозтехнику. И вот классический КАМАЗ, 12-метровый, 20-тонник. Мы погрузили два трактора Кировец, каждый из которых 8 тонн, 16 тонн. Формально я могу еще два по размеру поставить, но вес уже не позволяет. Я 16 тонн из 20 заняла. Я могу погрузить что-то легкое. И тогда ограничивающим фактором у меня выйдет вес. И вполне возможно, я эти 10 тысяч поделю пропорционально веса тех товаров, которые едут. То есть чем тяжелее товар, тем больше на него придется транспортных расходов. А иногда бывает ситуация обратная. У меня товар не тяжелый, и у меня 20 тонн нет в этом КАМАЗе, но он объемный. Если говорить о той же сельхозтехнике, я положила одну борону, 12-метровую. И да, у меня машина везет в воздух, но я больше ничего поставить не могу. Не осталось столько, ну там полметра, я могу только что-то маленькое положить. И тогда вполне возможно, мы наши транспортные расходы разделим пропорционально так называемым машиноместам. То есть объема того товара, которым мы везем. Ну посмотрите, если вы когда-нибудь отправляли посылки транспортной компании или даже почты России, то пресс-курант зависит либо ограничение, размер, если у вас что-то большое, то вы платите дороже, либо вес, даже если вы отправляете маленькое, но оно тяжелое, тогда вы уже идете по шкале веса. То есть выбирается то, что наибольшее. Либо вы превысили размер, либо превысили вес. Даже если вы летите самолетом, смотрится не только вес вашего чемодана, но его размер, если он легкий, но большой, ведь любезный, задок, место заплатите. Соответственно, посмотрите, это одна затрата косвенная. Транспортные расходы, а сколько возможных баз распределения. Поэтому если я буду считать себестоимость каждого из этих изделий, то в зависимости от того, какую базу я выберу, у меня себестоимость будет разная, согласитесь. Поэтому очень важно, чтобы эта база распределения была выбрана адекватно. Адекватно, то есть она зависела от этой затраты. В бухгалтерии очень чаще всего, в 98% случаев, бухгалтерия рассчитывает себестоимость и распределяет понесенные затраты, как подсказывают наши слушатели, пропорционально затратам. То есть себестоимость произведена продукция. Почему? Потому что у бухгалтера есть как раз-таки сумма стоимости. У него зачастую нет информации там вот как раз-таки о штуках, местах там и так далее. А стоимость, поскольку мы занимаемся проводкой бухгалтерских документов, есть. Коллеги, но это не всегда верно. Потому что с бухгалтерской точки зрения, представьте, мы с вами вяжем кофточки. И одну кофточку я связала из простой шерсти, а вторую из какой-нибудь ангорской козы, пойманной там на первом рассвете третьего полнолуния. И она там безнасловно дорогая. Но означает ли, что косвенных затрат на неё пошло больше? Нет. У меня столько же времени она вязалась на машинке, столько же пошло электроэнергия, аренда и прочее. И вот здесь делить пропорционально себестоимости некорректно. Так почему же бухгалтерия всего мира делит пропорционально себестоимости? А потому что задача бухгалтерии – посчитать конечный результат, а он не изменится. Ведь у нас изменятся какие данные? Эффективность одной куфточки в продаже, рентабельность другой. Но ведь на общий результат, на прибыль, на налог на прибыль это никак не повлияет. А вот специалистам по управленческому учёту, которые занимаются ценообразованием, экономистам, которые готовят информацию для руководства об эффективности той или иной сделке, того или иного заказа, того или иного вида продукции, очень важно, какова будет себестоимость именно в распределении. Не в общей массе, сколько мы заработали за период, что важно для бухгалтера, поскольку он отвечает за налогооблагаемую базу. А мне важно произвести распределение. Так вот, чтобы произвести распределение, обращайте внимание всегда на тот факт, что у вас является косвенными расходами и как вы их распределяете. Неверно подобранная база распределения способна исказить ваш результат. Мы рассмотрим сейчас практический пример на данную тему. И посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы правильно мы считали с вами себестоимость, важно обратить внимание ещё на один фактор. Наши затраты для как раз-таки расчёта себестоимости могут делиться. Вот как раз-таки наши методы распределения косвенных затрат могут быть. Либо метод прямого распределения, это то, что мы с вами делали. Я брала некую базу, предположим, штуки, нашу косвенную затрату делила на штуки. Брала километры, делила на километры. Это методы прямого распределения. Но иногда, посмотрите, пожалуйста, нам нужны методы последовательного распределения. То есть факторы зависят друг от друга. Ну, посмотрите, мой заказ ехал, и я поделила пропорционально километрам. А далее у меня ехало несколько изделий разной стоимости. Я тогда вот поделила, что на Тулу у меня пришлась вот такая сумма, и у меня будет второй уровень деления. Теперь я поделила по стоимости, то есть вложенность. Это у нас будет называться последовательное распределение. В зависимости от объекта затрат, на что мы производили калькулирование, у нас будет двухступенчатая, а то и трехступенчатая, а в некоторых случаях и десятиступенчатая модель распределения. И есть метод взаимного распределения в рамках нашего семинара, учитывая его непродолжительность. Мы рассматривать не будем, но метод взаимного распределения, он нужен тогда, когда мы распределяем затраты косвенных подрастелений. Но ведь посмотрите, если мы хотим рассчитать полную себестоимость нашего изделия, то у нас есть также вспомогательные, не только производственные затраты, но и наши накладные затраты, которые мы несем на производство данной продукции. Это как раз-таки и кадровые службы, и бухгалтерские и так далее. Но ведь посмотрите, что происходит. Зачастую, если мы эти затраты прямо распределим на производство, ведь наши вспомогательные подразделения не только производство обслуживают, ведь бухгалтерия занимается ведением учета и той же самой кадровой службы, и бухгалтерская, то есть подразделения влияют друг на друга. Но тогда, чтобы корректно распределить, то есть нам метод взаимного распределения нужен тогда, когда мы оценим эффективность той или иной службы, вспомогательной службы. Но посмотрите, если стоит вопрос, а что нам лучше, может быть, нам кадровые услуги отдать на сорсинг, или сами взять кадровую службу там из пяти сотрудников. Так что посмотрите, я вам приведу пример. Если у меня есть задачка, казалось бы, вот мы с вами занимаемся, неважно, пиццу печем, торты делаем, вяжем кофточки, грузоперевозками, безусловно, любое предприятие в условиях современного законодательства содержит не только производственных рабочих, производственные затраты несет. Но мне сейчас и юристы нужны, и кадровики нужны, и бухгалтеры нужны, и маркетологи нужны, никуда без этого. Сами они продукт не создают. Но сейчас в целях экономии, предположим, я задумалась, получила я предложение по электронной почте, ну как раз-таки от своего предприятия. Мне говорят, Слава Васильевна, мы готовы, скажем, за 150 тысяч в месяц вести вам весь бухгалтерский учет, и какие преимущества у вас есть. Мало того, что мы не введем, вам не нужно платить там отпускные, больничные. Нас сотрудник заболел, мы вам другого предоставляем. Второй момент. Если потом во время проверки будут начислены по мне кипение штрафы, то эту ответственность несем вы, мы, а не предприятие. Заманчиво кажется мне, что я начинаю считать. Вот в предложении у меня 150 тысяч. Это сторонняя организация на аутсорсинге готова нести. Что я имею сейчас? Имею главного бухгалтера 60 тысяч и, предположим, двух бухгалтеров по 40. То есть, казалось бы, 40, 40, 60, у меня 140 тысяч. 140 и 150, ну как-то, знаете, и хочется, и кольца, зато не риски несут, и хочется, и кольца, и мамка не вели, да? А если посчитать в реальности, если у меня фотоплата 140 тысяч, это мои затраты? Нет. Как минимум у меня 30% от вот всевозможных вот эти эсэны и прочее. Далее, если работают у меня три человека, они же мне не на полу сидят и не возле офиса. Это у меня есть некое помещение, которое я либо беру в аренду, либо, если это, собственно, я могла бы его сдавать, получать доход. Еще одна сумма. Опять же, они не в позе лотоса на полу. Это три стола, три стула. Опять же, это три компьютера, три мышки, клавиатуры. Опять же, как только я взяла бухгалтера, у меня бухгалтер говорит, ну, может, мы грузбухи будем везти? Пожалуйста, купите нам бухгалтерскую программу. Не буду называть весь перечень номинований, чтобы у нас не было рекламы, семинария, но мы знаем производителей. И лицензионная версия программы с обновлением будет как минимум, даже для мини-предприятия это 8 тысяч в месяц, как минимум. А чаще всего 15, 20, то и под 100. Соответственно, мы отчетность формируем, а так вот законодательство меняется. Опять же, у меня главный бухгалтер говорит, вы знаете, мне еще консультационная система нужна. Опять же, не называя производителями, но это опять же те же самые 15 тысяч в месяц нужно. Отчетность мне нужно напечатать. Вот у меня пошло принтер, бумага, картриджи. Мы напечатали. Первый месяц у меня на столе полежало, на втором месяце мне нужны папки корона, чтобы это все подшить. После полугодия мне нужен шкафчик, куда я эти папки буду ставить. А если у нас все хорошо, а что это я на работу пешком хожу, а мне, пожалуйста, водителя, и у меня начались вот эти затраты. Так вот, чтобы правильно посчитать, сколько затрат приходится на это подразделение, мне нужен метод взаимного распределения. То, что мне нужно понять, какие реальные затраты придутся. Это не тема нашего сегодняшнего семинара, коллеги, но те, кто отвечает на вопрос руководителя, оценка эффективности вспомогательного, не производственного, а именно вспомогательного подразделения, то ответить на этот вопрос можно только используя метод взаимного распределения. Я на этом этот вопрос, с вашим позволения, закрою, так как он не будет сейчас касаться себестоимости, но цифры получатся совсем другие. И когда, вот моя практика показывает, что вспомогательное подразделение в среднем, подчеркиваю, в среднем, фонд, то есть фонд оплаты труда, можно смело умножать на 1,8. То есть мои 140 как минимум превратятся 8,32, 112, 252 тысячи. И вот сравнивать 252 и 150 в месяц, согласитесь, намного легче принимать решение. Но это в среднем. Есть предприятия, которые живут по-спартански, там может быть 1,6, а есть те, которые шокуют, там до 3, до 4 коэффициентов может доходить. Далее, коллеги, это чтобы мы вспоминали методы распределения косвенных затрат. Это те вопросы, на которые мы должны ответить до того, как приступим к формированию себестоимости. То есть какие затраты в рамках нашего предприятия будут основные, какие накладные, какие являются прямыми, а какие косвенными, и как мы делим косвенные затраты пропорционально какой базе. Соответственно, далее, посмотрите, пожалуйста, мы можем теперь приступить с вами к калькулированию. Очень часто ошибочно считается, что калькулирование – это некая простая операция. То есть я взяла и сложила, он еще не весь, я сейчас закончила, открою его весь, рано фотографируйте, соответственно, что это некая единая операция, что мы взяли, сделали пример на сложение, получили. Это не так. Калькулирование – это целая система экономических расчетов. И в зависимости от того, какой вид формирования себестоимости, мы буквально через пару слайдов поговорим о видах, вы выбрали, будет организован документ оборот и учет на предприятии, производится расчет. Что делается на этом этапе, посмотрите, пожалуйста. Сначала мы наши затраты в зависимости от выбранного вида расчета себестоимости группируем. Но если я формирую производственную себестоимость, то сначала все затраты сгруппирую на основные и накладные, потому что у меня все основные, они должны войти. Если я формирую, скажем, сейчас посмотрим по заказу на себестоимость, то я все наши затраты буду группировать по заказу. То есть в зависимости от выбранного вида себестоимости, расчета себестоимости, мы группируем наши затраты. Далее, после того, как наши затраты сгруппированы, мы с вами сгруппированные затраты соизменяем с объемом выпущенной продукции. И, внимание, не все выпущенные продукции за период, а то виды продукции, которые связаны с данной группой затрат. Ну, посмотрите, банальнейший пример. Мы вяжем кофточки. Да, электроэнергию потрачу на производство и соотнесу с объемом связанных кофточек. Но гладильщица, которая у меня там гладит, она будет соизмерять... Ее затраты там на гладильный цех будут соизмеряться не с объемом связанных кофточек, а с объемом поглаженных кофточек. Если у меня есть цех упаковки наших кофточек, то их затраты будут соизмеряться с количеством упакованных кофточек, потому что их количество может существенно отличаться. У них могли быть запасы на начало месяца, а не в этом месяце. У меня цех вязания, может быть, и простаивал, но так как были запасы не упакованных, то у них совсем другой упакованных, она может оказаться больше. А может быть, наоборот. Цех вязания работал ударно, а так как у меня были запасы с упакованных, то цех упаковки работал чуть-чуть. То есть мы услугу, то есть затраты, соизмеряем с тем объемом работы, которые были оказаны. И тогда у меня получаются затраты на некую операцию. То есть я получила, что одна связанная кофточка – это вот прямые затраты плюс затраты на вязание, куда вошли вот как раз-таки те самые амортизация, освещение, там аренды и так далее. Одна поглаженная кофточка – это уже затраты цеха вязания, соизмеренные, сосвязанные. Одна упакованная и так далее. И когда я хочу получить себестоимость итоговую, то я связанная плюс поглаженная плюс упакованная, может быть, дальше доставленная, ну и так далее. То есть у меня будет понарастающий. То есть сначала я получила себестоимость некого единого процесса, который у нас в рамках предприятия происходит. Таких процессов может быть очень много. Далее, посмотрите. Я определяю затраты, которые приходят на единицу продукции. Почему это важно? Большинство современных предприятий производит достаточно большой ассортимент продукции. Но в рамках этих самых пресловутых кофточек могу привести пример. У нас могут быть кофточки простые. Есть кофточки с десятью пуговками, тогда это должна включить процесс пришивания десяти пуговок. Есть кофточки, которые с десятью пуговками, и не знаю, там, с воротничком кружевным, тогда туда это должно войти и так далее. То есть разные комбинации могут создаваться из наших процессов, из наших материалов и так далее. Так вот, смотрите, если мы с вами делаем салаты, то салат или нет, а одна себестоимость, а там другой салат совсем другие, потому что сюда это требуется, сюда не требуется эта услуга. И только после этого, как мы поделили цену на единицу некой составляющей, и сколько составляющей входит в конечный продукт, мы можем произвести калькулирование, ну, причем путем перемножения и сложения наших всех элементов, которые войдут в состав того или иного товара. Коллеги, если вы воспринимаете лучше, когда записываете, можете писать все, что угодно. При этом напоминаю еще раз, что все материалы, которые рассматриваются на семинаре, они появляются на странице группы. Презентация в формате PDF. Файл Excel, соответственно, в архиве, также в Excel. То есть вы можете это скачать. Страницы группы. Вы когда регистрировались, у каждого нашего слушателя на сайте www.specialist.ru есть личный кабинет. И там ваше обучение, они у вас есть в курсе, а есть семинары. И, соответственно, все эти материалы там есть. Соответственно, давайте смотреть далее. Если с калькулированием мы разобрались. Зачастую, опять же, меня задают вопросы. Но какая разница, как считать? Если вы сами только что сказали, на конечный результат это повлияет мало. То есть по окончании периода прибыль у нас не смеется. Да, действительно. Но только ли финансовый результат при формировании себестоимости при калькулировании нас интересует? Вовсе нет, коллеги. Есть вопросы, о которых, опять же, в силу того, что те, кто учился давно на бухгалтерских курсах, четко заучили, что наша задача правильно учесть налогооблагаемую базу. Современные реалии таковы, что очень важно, чтобы экономист, финансист, специалист по управленческому учету мог отвечать на онлайн-вопросы, поставленные руководителем. А что делать, если? Стоит ли нам продолжать производство вот этой продукции, или лучше заменить на другую? Рассчитать эффективность по конкретному товару, заказу, сотруднику, подразделению и так далее. Тогда, посмотрите, правильно проведенное калькулирование позволяет нам не только определять финансовый результат, но и отвечает на не вполне стандартные вопросы. Посмотрите, пожалуйста. Первое. Мы можем изучить, как происходит формирование себестоимости наших видов продукции. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Посмотрите, все, абсолютно все предприятия сейчас стремятся к тому, чтобы повысить свою эффективность. Зачастую через снижение затрат. И что делает большинство руководителей? Давайте экономить. А стоит вопрос, что экономить. Ну, не раз встречалась с таким. Зашел директор сейчас на наше вязальное производство. А что это у вас весь свет включен? Вы видели, какие у нас в прошлом месяце были затраты на электроэнергию? Почему не выключаете? И вплоть до вынесения выговоров, выговоров нам тут трепят нервы, мы в темноте тут вяжем, говорят, нельзя еще свет включать, вплоть до того, что наняли включающего и выключающего света, который следит за этим, или установили какое-нибудь новомодное реле, которое отслеживает там освещенность и в случае необходимости включать. Стоит вопрос, имеет смысл это делать? Посмотрите, если я могу видеть не только конечную себестоимость, а как она сформировалась поэтапно, вот если я вижу, что моя кофточка в себестоимости тысячи рублей, из них 900, то есть 90% это сотрата на электроэнергию, то, конечно, это стоит делать, потому что экономия даже 10% от этого элемента позволит не снизить себестоимость на те же самые 10%. И 90 рублей сэкономлю, от 1000, это почти что 10. Это существенно, это рост рентабельности на 10%. Но если у меня при себестоимости в 1000 рублей на единицу измерения, на одну кофточку пошло электроэнергии 5 копеек, то даже если я 10% сэкономлю, на себестоимости это никак, на эффективности не скажется, и нет смысла делать эти затраты. Если мы с вами посчитали, именно как происходит формирование, мы можем видеть, на какой элемент затрат приходится наибольшая доля. И именно с этого элемента стоит начинать оптимизацию. Если я понимаю, что в моей себестоимости 90% это стоимость сырья, так с чего мне нужно начинать? С проведения переговоров с поставщиками. Получение 5% скидки позволит мне существенно сэкономить вплоть до полной замены поставщиков, материалов. То есть вот над чем нужно работать. А не рекомендуем считать, если в составе это незначительно. Если это у меня затраты на труд, и такое бывает, и с трудоемки. Опять же, я понимаю, с 1000 себестоимость 900 рублей это зарплата вязальщицы. Тогда я думаю, как автоматизировать этот процесс, какую машинку ей поставить, чтобы увеличить производительность и чтобы снизить затраты на труд. Поэтому вопрос формирования, то есть как поэтапно складывается цена, это один из важнейших вопросов при принятии правительских решений. И руководителю важно понимать не только итоговую стоимость, а из каких элементов она состоит. Тогда мы можем грамотно проводить как оптимизацию производственного процесса, производить, опять же, искать пути экономии и пути увеличения рентабельности. Второй вопрос, посмотрите, на который нам может позволить ответить калькулирование. Если мы калькулированием занимаемся своевременно, то есть еще на этапе планирования, не по факту, когда мы уже понесли затраты, а ведь классический менеджмент, что говорит, сначала мы ставим цель, потом планируем, бюджетирование, то есть рассчитываем, к чему это придет, какой-то нам обещает прибыль, какие затраты, то посмотрите, пожалуйста, мы можем тогда сравнивать фактические значения с плановыми. Потому что, посмотрите, если я сейчас говорю, ребят, давайте вязать кофточки, мы говорим, давайте, давайте начинаем вязать кофточки, то что мне остается сделать? По окончании периода зафиксировать некую себестоимость. Что одна кофточка обошлась на себестоимость, неважно, тысяча, пять тысяч, десять тысяч рублей. Встает вопрос, мне как руководителю, как эту цифру оценить, много или мало? А я не знаю, вот такая она. А вот если у меня был план, и по плану у меня себестоимость кофточки была 4-5, а по факту она 5, я говорю, стоп, 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 давайте разбираться, где мы допустили ошибку, то ли мы на этапе планирования не все учли, и тогда мне нужно сейчас мои дальнейшие планы скорректировать, тогда у меня прогнозная прибыль станет меньше, чем мы. А может быть, наоборот, она у меня совпала, я говорю, мы молодцы, а может быть, она у меня оказалась меньше, давайте разбираться, а может быть, на производстве произошли нарушения. Я говорю, ребята, стойте, у меня по плану был один моток шерсти, а у вас по факту получилось полтора, ну-ка давайте смотреть, кто украл, а может быть, не целесообразно используем, а может быть, пряжа была с браком, вынуждены были, и так далее. Давайте искать эту причину. Вот теперь я могу принимать, опять же, правильнические решения, я могу более взвешно подходить к анализу, а если у меня плановой цифры не было, то я вынуждена констатировать факт, поговорить, знаете, к сожалению, мы за прибыль маленькая, уважаемые акционеры, не смогли то, что обещали выполнить, а все потому, что не было запланированных показателей, и мне мой факт не с чем сравниться, когда есть план, не с чем сравнить и найти отклонение и выявить причину этих отклонений. Далее, посмотрите, у нас есть возможность сравнивать затраты предприятий на конкретные продукции как по факту, так и в плане с затратами конкурентов. Курс конкурентной разведки мы сейчас читать не будем, но думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался, что специалистов по продажам просят позвонить конкурентам, представиться покупателям, ну и рассказывать сказки, а если тысячу возьмем по предоплате и так далее, чтобы понимать, по чем продают максимальные скидки. Так вот, посмотрите, если я на этапе планирования сейчас считаю, что у нас наша замечательная кофточка обойдется в себестоимости 5000 рублей, и при этом мы делаем конкурентный анализ и в случае, если берем 10 тысяч конкурента, дает по 4200, то я прекрасно понимаю, что у него себестоимость явная ниже моей. И как только я выйду на рынок, начнутся конкурентные войны, которые в России, к сожалению, сводятся к ценовым войнам. Конкурент упадет до 4500, а я в этот момент, что с ним произойдет, я разорюсь. А у меня уже затраты вложения на оборудование, на персоналы и так далее, и теперь я в убытке. То есть зачастую еще на этапе планирования мы можем тут же отсеять, произвести объективный анализ, маркетинговый анализ. И опять же, по факту, опять же, мы смотрим и иногда видим, что на некоторые виды продукции по факту у нас себестоимость получилась больше запланированной. И иногда, знаете, предприятия не внушаются современные, я, например, только за оптимизацию, мы можем закупить одну из позиций у конкурентов. То есть вот это, вот это мы производим сами, а если нашим покупателям нужно это, то мы закупим в соседнем магазине и до комплекта, потому что нам закупить у того конкурента дешевле, чем произвести сами. То есть мы занимаемся комплексной доставкой. Тем более, что сейчас многие предприятия говорят, а мы произведем под любым лейбом. Надо под вашу, поставим вашу этикетку. Но фактически разливается это все из одного чана. Условно разливается, а я имею в виду, производится. Далее, посмотрите. Калькулирование также позволяет нам с вами отвечать на такой вопрос, как формирование обоснованной цены на каждой гиппродукции. Ведь если я по итогам бухгалтерского учета, то есть по факту вижу только то, что та наша продукция там имеет 30% рентабельность. Мы молодцы, у нас сверх рентабельность, говорим, мы отчитываемся акционерам и так далее. Вот коллеги, которые были у меня на курсе основы управленческого учета бюджетирования, мы составляли бюджет, видели сверх рентабельное предприятие. Но как только мы приступали к калькулированию отдельного вида продукции, то выяснялось, что все не так радужно. У нас есть виды продукции, которые приносят 50-60% рентабельность, и нашлось два вида продукции, которые откровенно убыточны. Так отказавшись от их производства, мы будем нести затраты намного меньше, то есть мы будем меньше работать, а прибыль наша вырастет. Либо же, опять же, отказываясь от продукции с нулевой, может быть, низкоррентабельна, мы при меньших затратах в реальности свою прибыль увеличиваем. И это часто явление. Просто в рамках предприятия никто этим не занимался, все считают общую себестоимость всей произведенной продукции, не распределяя ее поэтапно. Далее, посмотрите, пожалуйста, помимо этого, конечно же, мы можем принимать теперь обоснованное решение. То есть не просто снимать производство продукции, вы знаете, что-то она вот плохо идет или не нравится, а мы можем, произведя калькулирование, говорим, да, мы в продукции не рентабелен, и не надо в будущем нести из-за этого убытки, уменьшая рентабельность основных видов продукции. То есть у нас появляются продукции на хлебнике, которые съедают наши заработанные деньги, а и наоборот, если мы спланировали производственные показатели, мы говорим, нам лучше производить больше вот этого вида продукции, потому что она более рентабельна. И тогда при тех же затратах мы будем получать большую прибыль. То есть мы можем, грамотно, производя калькулирование, влиять на результат. Коллеги, а теперь давайте, собственно говоря, уж если мы вспомнили, для чего нам нужно калькулирование, какие у нас бывают затраты, которые мы применяем, посмотрим, а какие виды себестоимости бывают и почему она, и когда, какой вид нужен и почему они влияют на результат. Если говорить о видах себестоимости, то вид себестоимости определяется тем методом учета затрат, который мы применяем. И бывают, они делятся по объектам учета затрат, по процессным, по передельным, по заказным. То есть в данном случае, что будет объектом, к чему мы затрату привязаны. Чаще всего встречается на стандартном предприятии по процессным методом. Вот как раз примеры, которые я приводила, это по процессным методом. То есть мы посчитали себестоимость процесса вязания, процесса глажки, упаковки, а потом смотрим, какого процесса куда пошло и получаем себестоимость продукции. Это у большинства, ну, порядка 85% предприятия используют именно по процессным. По передельным методом, посмотрите, пожалуйста, чем он отличается от по процессного. Чаще всего применяют предприятия, в деятельности которых возникают так называемые переделы, полуфабрикаты. Причем эти полуфабрикаты могут как отпускаться на сторону, то есть также служить объектом продажи, либо же, посмотрите, пожалуйста, отгружаться собственным подразделением, так называемый трансфер на обрузку. То есть одно подразделение отгружает другого. И для того, чтобы понимать, какое подразделение более выгодное, мне важно понять, какую себестоимость получил вот мой продукт в этом цеху. Но это на крупных предприятиях, вот если, предположим, взять колоссальное предприятие ГО, ГО, горно-добывающее предприятие, горно-обогатительное, там, посмотрите, есть карьер, это целая махина, огромное предприятие, на котором руду добыли. Есть фабрика обогащения, куда эту руду привезли и из земли, собственно говоря, получили породу, то есть магнитами притянули железо. Далее это железо поступило на фабрику оконкования. Опять же, это не просто там две вязальщицы, а это целая махина со своим управленческим персоналом, производственным персоналом, площадями, и они уже изготовили болванки из этого железа. Так мне важно понимать, во что мне обходится каждый из этих звеньев. Сколько мы стоим полуфабрикатом? Может быть, мне руду закупить где-то и только обогащением заниматься? Я утрижаю, конечно. То есть так он, а может быть, это малый бизнес, у нас с вами кулинария, и мы с вами делаем мясный продукт, мы миску закупили и на прилавок положили. На машинке его покрутили, на лесорубке, я имею в виду, и у нас фарш на прилавке. Часть фарша подали в кулинарию, налепили пельмешек, у меня вот заморожены пельмешки. Часть пельмешек сварили, вот у меня уже в нашем пафе готовая продукция. Мне важно понять не стоимость процесса, поскольку это не будет влиять на себестоимость. А в рамках передела у фабриката будет несколько процессов ходить, и мне нет смысла мои затраты между этими процессами распределять. Я буду относить на все, что относится к этому полуфабрикату. Ну, если закупленное мясо это процесс, там выехали у меня закупщики, закупили, отвезли, там, ну, не знаю, чтобы в этот свет сам контроль поставить, разрубили. Эти все, мне не нужен каждый процесс отдельной себестоимости. Мне важно экскрупировать эту себестоимость мясом и прилавок. Далее у меня пошли затраты там на мою машинку, там, зарплату нашим, не знаю, кулинарам, которые крутят. Вот у меня фарш. То есть, понимаете, каждый процесс мне не нужен. Нет смысла рассчитывать. И по заказным метрам это у тех предприятий, которые используют малосерийное либо индивидуальное производство. Вот, посмотрите, если вы пришли в ателье, то стоимость каждого заказа будет считаться отдельно. То, что на каждый заказ, если мы как раз-таки не серийные кофточки вяжем, а на заказ, у меня одно платьице будет макси-шарфик, на него пошло вот столько материала, столько труда, а другое платьице будет с 5-метровым шлейфом. Разные затраты материала, труда, фурнитуры, опять же, разное количество на правилах цеху постоянных затрат придется и так далее. То есть каждый заказ мы будем обсчитывать отдельно. Даже предприятие, которое занимается малосерийным производством, ну, посмотрите, мы фабрика, предположим, по изготовлению спецодежды. Один заказчик, Минобороны, к нам пришел и заказал миллион комплектов. Мы для этого заказа закупили сукну, у нас одна будет себестоимость, поскольку мы получили огромную скидку на этот заказ. Мы один раз наладили оборудование, далее оно нам отелекало режет и режет и режет. А вот через месяц к нам пришел ЧОП, частная правильная компетенция, и точно такую форму заказала, и заказала 100 штук. Это будет совсем другая стоимость, потому что произошла наладка оборудования под этот заказ, и большую затрат пришлось уже, то есть себестоимость единицы будет другая. Поэтому посмотрите, в зависимости от того, что мы скупаем объектом учета затрат будут разные объекты калькулирования. Второй момент, если мы говорим о себестоимости, с точки зрения полноты учитываемых затрат, себестоимость может калькулироваться как полная, так и неполная. Но если говорить о неполной себестоимости, зачастую для принятия управленческих решений мы говорим о переменной себестоимости, когда в себестоимость включаются только прямые затраты. Потому что мы говорим, а какая разница, сколько отнести амортизации на этой изделии. Мы должны ее купить. И для принятия решения, ведь мы понесем постоянные затраты. Ведь если, посмотрите, у меня есть аренда аудитории, есть там аренда оборудования, амортизация этого оборудования, если это, собственно, электроэнергия, так я говорю, это мои постоянные затраты. Я не хочу их относить на себестоимость. Это у меня затраты периода. Для принятия решения пришли мне, заказали кофточку. Я понимаю, что на эту кофточку у меня переменных пойдет. Пряжа столько, пуговок столько, труда обязательства столько. Если мне предлагают денег больше, это означает, у меня останется на покрытие постоянно. Если меньше, то это невыгодно. И зачастую для принятия управленческих решений достаточно сформировать переменную себестоимость, все остальные затраты отобразить в периоде. И себестоимость может быть полная, тогда там уже намного больше затрат будет включаться. Полная себестоимость нам нужна для определения ответа на вопрос ценообразования. То есть, понимаете, как установить цену, чтобы покупать все затраты, нам и постоянные тоже нужно покупать. При этом коллеги очень часто думают, что она либо процессная, либо полная. Нет. Это вот как карандаш может быть, посмотрите, деревянный, может быть, пластмассовый. При этом они оба могут быть красные, могут быть красно-зеленые. То есть не каждый красный будет пластмассовым. Поэтому будет себестоимость и двух слов. Предположим, попроцессный полный, а может быть, попроцессная переменная. То есть это два разных понятия. И третий аргумент, посмотрите, пожалуйста, при формировании себестоимости, это ответ на вопрос, являются наши затраты фактическими и ненормативными. Посмотрите, пожалуйста, если я изготавливаю, предположим, вот такие скалы, парты наши, ребята, в режиме вебинара, чтобы вы понимали, о чем идет речь, то я четко могу сказать, на каждую парту у нас вот идет два, не знаю, листа ДСП, то есть один вот наверх, один там на заднюю. Идет столько-то металла и столько-то болтов. Это очевидно. Это у меня план, вот фактически я буду, мне говорят, нам нужно произвести партию из ста, там, столов. Я говорю, ага, вот вам 200 листов ДСП, то есть по факту я отсчитываю. Но когда мы собираем эту фарту, посмотрите, помимо гвоздей и столов ДСП пойдет еще вниз клеем. И этого клея идет там две капли. Так вот стоять с пипеткой и отмерять две тысячи капель никто не будет. Мы однажды произвели замер и сказали, на этот стол идет два грамма клея. В цеху у меня стоит ведро, а может быть бочка с этим клеем. Но как только мы произвели партию из 200 штук, я бы ее себестоимость по нормативу 200 умножить на две капли, 400 капель списала, включила. По факту я не считала, сколько мы понесли. Или вяжем мы кофточку, мы ее связали, нам нужно шить. Мне что, надвязальщица, стоять и с метром отмерять, сколько ниток клеем и вдвоем на шов она потратила или на пришивку кубовки? Да нет, это не рентабельно. Затраты на измерение затраты будут больше, чем фактически. Я однажды сказала, что одной катушки хватает на 10 ковточек. И вот я одну десятую от стоимости катушки ниток списываю по нормативу. То есть если это по заказу, то чаще это часть затраты. Но опять же, в каждый заказ часть затрат может идти по фактическому. То есть когда мы реально измеряем эти затраты. А часть затраты, как правило, это незначительная затрата на измеряем нормативно. Мы говорим, на одной изделий идет столько-то вот как правило, вспомогательных материалов. И тогда посмотрите, любая себестоимость, с которой мы с вами будем рассчитываться, будет определяться тремя словами. То есть она у меня может быть попроцессная, переменная по методам нормативных затрат. А может быть, фактические затраты. А теперь давайте посмотрим, как же это будет влиять на финансовый результат, коллеги. Казалось бы, ведь как не считай, результат одинаковый. Вот здесь как раз-таки нам и потребуется наш пример. И в данном случае у меня будет пример в Excel. Посмотрите, пожалуйста, я подготовила нам вот такую задачку. Предприятие производит нить и стеновые панели. В октябре было выпущено 10 тысяч панелей, а продано только 9 тысяч штук. Цена реализации 140 рублей за единицу. При этом были произведены следующие затраты. Прямые материальные, то есть это непосредственно сырье, прямые трудовые. Это стильный труд наших рабочих. Переменные общепроизводственные расходы. Это как раз, посмотрите, раз это переменные, это тоже будет, они зависят. Может быть, это как раз-таки электроэнергия. Да, это общепроизводственные, не могу сказать, сколько пошло на одну панель, но это зависит от производства. Поэтому это переменные. Постоянные общепроизводственные, а это как раз-таки амортизация оборудования, это аренда цеха, это освещение. Ведь неважно, сколько мы произвели это постоянно лично. Это вполне возможно оплата оплатной части наших рабочих. Ведь у всех у них есть оплата. И есть коммерческие расходы, которые есть от переменной, так и постоянной. Постоянная – это, как правило, затраты на рекламу, то есть это наше не зависит. А переменная очень часто – это упаковка, это затраты на доставку. Чем больше мы продали, тем больше мы доставили. Упаковали и так далее. Соответственно, посмотрите, в задании мы сейчас рассчитаем себестоимость произведенных продуктов, используя как метод учета переменных затрат, так и метод учета полных затрат, и посмотрим, как это повлияет на результаты, главное, почему. Соответственно, посмотрите, если я буду использовать метод учета переменных затрат, то для формирования себестоимости произведенной продукции я буду использовать только переменные производственные затраты. Тогда посмотрите, в нашем конкретном примере у меня войдут прямые материальные, прямые трудовые и переменные общепроизводственные. Обратите внимание, переменные конкретческие, с непосредственность произведена продукция, у меня они входят, несмотря на то, что они переменные. По какой причине? Они связаны с проданной продукцией, а не с произведенными. Соответственно, просуммировав данные затраты, я получаю, что производственных затрат у меня было сделано 850 тысяч, так как по условию задачи у нас было произведено 10 тысяч панелей, то я могу 850 разделить на 10 тысяч, получить, что себестоимость одной произведенной панели, сколько она пришла с производства, будет 85 рублей. Соответственно, когда я буду делать отчет о финансовых результатах, используя стандартный подход, то есть тот, который использует бухгалтерия, тогда у меня с вами будет, мне потребуется данную проданную продукцию. У меня количество проданной продукции, так, произведем мы 10 тысяч, а продали 9. Соответственно, проданная продукция 9 тысяч и цена 140 рублей. Тогда посмотрите, начинается у нас финансовый отчет. Выручка. Выручка – это у меня произведение проданной продукции. Так, я 900, у нас 9 тысяч, сейчас поправлю на цену. То есть мы получили 1 260 000. У меня будет, мы с вами продали 9 тысяч панелей при себестоимости 85 рублей. Далее мы рассчитаем валовую прибыль, как результат нашего производственного процесса, который рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью. И далее у нас будут управленческие и коммерческие расходы соответственно. И в нашем примере, посмотрите, управленческие у меня есть на управление производством, так как у меня метод выбора формирования себестоимости переменной, то мои постоянные общепроизводственные расходы не вошли в себестоимость. Поэтому в данном случае даже тут корректнее не управленческие написать, коллеги, а корректнее постоянные, вот так, производственные, которые в бухгалтерском учете будут скрыты как раз-таки. Я корректно написала управленческие и управленческие. А у нас нет управленческих, да? Они есть. Так, тогда верну назад. Коммерческие сюда. Соответственно, посмотрите, постоянные общепроизводственные в нашем примере у меня 150 тысяч, а коммерческие расходы состоят у меня из переменных 108 плюс 63 постоянных. И тогда, когда я буду рассчитывать прибыль... Сейчас я могу... Чтобы все было видно. Мой результат будет 495 валовая прибыль минус мои постоянные общепроизводственные и минус коммерческие, то есть 174 тысячи. Это будет наш финансовый результат. При этом, посмотрите, пожалуйста, если я использую другой метод, метод учета полных затрат, то есть я посчитаю полную производственную себестоимость, тогда посмотрите, пожалуйста, помимо моих переменных затрат, в себестоимость войдут и постоянные общепроизводственные расходы. И тогда суммарные затраты уже будут не 850 тысяч, а миллион. То есть как раз эти 150 тысяч общепроизводственных затрат попадают у меня в производственные затраты. И так как количество выпущенной продукции у меня не поменялось, это по-прежнему 10 тысяч рублей, то себестоимость произведенной единицы продукции у меня уже будет не 85, а 100 рублей. Коллеги, сейчас логику все понимают? Соответственно, тогда отчеты финансовых результатов у меня принимают другую форму. Выручка у меня останется та же, так как по-прежнему мы продали 9 тысяч по 140, а вот себестоимость проданной продукции у меня будет равно 9 тысяч мы продали, но себестоимость единички у меня уже 100 рублей. И тогда валовая прибыль у меня уже, посмотрите, несколько меньше, чем в верхнем варианте. Далее мне необходимо отобразить коммерческие расходы, так как они по-прежнему никуда не делись, и они у нас остаются 171 тысяч. И посмотрите, прибыль в этом случае у нас 360 минус 171. 189 тысяч. Встает вопрос, а почему же прибыль отличается, откуда взялись эти 15 тысяч? Ведь неужели в зависимости от того, как мы считаем, разный результат? Ведь мы понимаем разная прибыль, разный налог на прибыль. И для управления предприятием это важно. Коллеги, ответ на этот вопрос придет, знаете, когда? Когда мы, вот посмотрите, дополнительно поставили остаток на складе будущая прибыль. Посмотрите, если я в данном случае продала товаров на 765, так вы понимаете, при любом случае, когда мы 10 тысяч произвели, а 9 продали, у меня 1000 единиц остается на складе. Соответственно, в первом примере остаток на складе у меня составит 10 тысяч произведенных минус 9 тысяч проданных, то есть я рассчитала у меня 1000 штук на складе, умножить на себестоимость 85. То есть у меня на 765 продано, 85 – это у меня продукция наших встановленных панелей на складе. А во втором случае, посмотрите, пожалуйста, я на 900 продала, и остаток на складе у меня все те же самые 10 тысяч минус 9 тысяч, то есть 1000 изделий, но уже по себестоимости 100 рублей. Удивительное дело. Мало того, что у меня финансовый результат лучше, у меня прибыль больше, так у меня еще и баланс будет лучше, у меня активов больше. Как же так? Ведь зачастую говоря, должно тут наоборот равновеситься. А уравновеситься – это однажды со временем. Посмотрите, если мы с вами продадим эти изделия, не меняя цены, то какую будущую прибыль мы получим? В первом случае мы продаем все тот же, я позволю себе руками ввести, у нас же 1000 штук, все понимают, осталось. Я продаю по те же самые 140 рублей, то есть я получаю 140 тысяч рублей в будущем, минус наши складские запасы. У меня же себестоимость 85. То есть в будущем случае я получу 55 тысяч прибыли, когда продам всю продукцию. А вот при использовании второго метода, получив все те же самые 1000 умножить на 140, то есть 140 тысяч, минус, а себестоимость на складе у меня 100, я получу 40 тысяч. То есть суммарная прибыль, что в одном случае будет 85 плюс 55, 140 тысяч, что во втором, суммарная прибыль не изменится. Поэтому и законодатель разрешает, пожалуйста, сами определяйте метод учета себестоимости. Можете и так, и так. Потому что в первом случае могло бы показаться, когда мы только прибыль рассчитали, рассчитаться, что этот способ ухода от налогов нет. Законодатель знает, как не считайте, вам все равно его платить придется. Потому что как только ликвидируются все остатки, результат выравнивается. Но это позволяет нам поправлять результатом во времени. В первом случае, в связи с тем, что у нас в себестоимость вошли только переменные затраты, а все постоянные затраты были вычтены, учтены в периоде, в этом периоде, когда они понесены, мы получили меньшую прибыль, то, что мы все постоянно обучили сейчас. И на склад у нас пошли только прямые затраты, то есть переменная себестоимость, дешевая продукция. То есть я сейчас получила маленькую прибыль, но на складе у меня дешевая продукция, продав которую в будущем я получу большую прибыль. А во втором случае, коллеги, посмотрите, пожалуйста, я свои постоянные расходы включила в себестоимость. Да, у меня себестоимость выше, но у меня часть моих постоянных расходов, как у меня тысячу штук осталось на складе, часть моих постоянных расходов легла на склад, у меня остатки 100 тысяч. И так как я часть своих постоянных расходов отобразила не в этом периоде, а положила на склад, у меня прибыль больше, но и запасы дороже, продавая их в будущем, я получаю меньше прибыль. Коллеги, это позволяет нам управлять результатом во времени. И зачастую именно при бюджетировании просчет разных вариантов позволяет определить для предприятия оптимальную налоговую нагрузку. Почему? Потому что если я выберу сейчас метод полных затрат, а мы предприятия, скажем, с сезонным циклом работ. Ну, предположим, мы лыжек продаем с вами. Понятно, мы производим их целый год, но покупать у меня их начинают, начиная с ноября. Так вот, если я весь год кладу свои постоянные затраты на склад, у меня сейчас прибыль, 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 летом прибыль, я должна платить налог на прибыль, но на самом деле, так как выручки у меня нет, прибыли у меня как такого нет, это расчетная величина. И к тому времени, когда мы в декабре их только продали, я попала еще на один налог на прибыль, а никто мне его не компенсирует. Понимаете, в чем дело? То есть у меня по факту переплата, но по отчетности она есть. И только в марте, когда у меня закрывается период, у меня наконец-то, я имею в виду сезон, у меня выскочит вот этот убыток, но когда убыток, бюджет, он не компенсирует ранее принесенный переплату. У меня у вас переплата? Ничего страшного, не платите пока. Но эти деньги, которые мы заплатили, вполне возможно позволили бы нам сегодня выжить, заплатить зарплату, те минимальные арендные платежи и так далее, то дочь одном их не отдает. И наоборот, то есть в зависимости от цикла, который приходится либо на окончание финансового года, там занимаемся мы летней продукцией или зимней, это важно. Именно способ формирования себестоимости влияет на финансовый результат. Опять же, есть предприятие с длительным циклом производства, но если мы производим компоненты, цикл производится порядка полугода. И если я все это кладу на склад, то у меня сейчас затрат нет, я должна платить. А ведь я ничего не произвела. Поэтому мне лучше использовать переменные себестоимости формирования. Постоянные затраты сейчас показывают. Да, у меня будет сейчас убыток. Но как только у меня начнутся продажи, я начну этот убыток постепенно перекрывать, я буду освобождена от налога на прибыль. Понимаете? То, что у меня сформировалось до этого времени, убыток. В результате, да, мы выйдем в ноль. И так, и так, налог заплатен одинаковый. Но если у вас переплата, вам никто ее не вернет. А зачастую на вот эти деньги не хватает предприятий, как говорится, для поддержки штанов крупинальным. Поэтому посмотрите, способ формирования себестоимости – это не только принятие управленческих решений, которые мы с вами видели на предыдущем слайде, но это возможность управлять конкретно финансовым результатом, который в том числе влияет и на реальное наличие денег у предприятия, и на налогооблагаемую базу. Коллеги, в рамках нашего семинара – это вот маленькие примеры, которые мы посмотрели, потому что я и так задержала вас больше, чем должна была. Хочу обратить ваше внимание, что все эти вопросы в более широком формате, более подробно рассматриваются на курсе «Основы управленческого учета и бюджетирования». Расписание по данному курсу, если вы решите его посетить, вот введя на нашем сайте «Основы управленческого учета и бюджетирования», можно посмотреть расписание программы, что там рассматриваются не только вопросы. Посмотрите, формирование себестоимости – себестоимости – это только маленький кусочек курса. Вопросов рассматриваемых в рамках курса намного-намного больше. Курс идет достаточно часто, посмотрите, он два раза в месяц у нас идет. Преподавателей достаточно много, это курс преподаемый я, Ирулек Сергеевич, замечательный наш преподаватель, есть еще коллеги Ольги Николаевны, она сейчас добавилась. Посмотрите, вы можете выбрать любой режим обучения, который вам удобен, комплексы, посмотрите. И белорусский, и баланский, и таганский, без зависимости, опять же, что вам поближе. Наши менеджеры с удовольствием подберут вам удобное расписание. Все понятно. Ребята, моя задача, на самом деле, все понимали, что сейчас мы не получим глубокие знания, которые позволят нам стать сверхспециалистом. Задача курса была обозначить данную проблему, именно важность выбора каждого из параметров, поскольку это повлияет на финансовый результат. При этом я хочу обратить внимание, как в интернете, так и, в общем, доступа достаточно, как и роликов, так и литературы на данную тему. Можете разобраться сами, поможете. На этом мы посвящем наш семинар на понимание рекламы. Прийти к нам на обучение. Буду рада видеть вас у себя на курсе. До новых встреч в центре специалистов. И благодарю вас за участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова